Здравствуйте! В эфире программа «Наша тема» в студии Александра Платонова. В этом году отмечает 75-летний юбилей замечательный уважаемый врач, который проработал 25 лет главным врачом на Учебоксарской городской больнице Вячеслав Валентинович Швакин. У нас сегодня в гостях Вячеслав Валентинович. Здравствуйте! Здравствуйте! Очень приятно видеть вас в нашей студии. Давайте пообщаемся. Очень хочется много вопросов, на самом деле, вам задать. Давайте вот с чего начнем. Вы выбрали медицину или медицина выбрала вас? Я закончил Пермский медицинский институт. Дело в том, что врачом я хотел быть все время. У меня родители немножко болели, и мне очень хотелось им помогать. Вот закончил Пермский медицинский институт, и потом по договоренности с главным врачом здесь, в Новочебоксарской горбольнице, был Клейман Юрий Сидорович, он меня пригласил сюда на открытие реанимационного отделения. В 1973 году я приехал сюда и начал работать уже в Новочебоксарской городской больнице. Открыли реанимационное отделение на 12 коек. Надо сказать, я еще пониже остановлюсь, оно было вообще в то время самое лучшее реанимационное отделение по всей Чувашской республике. Объясню. Дело в том, что все методы экстракорпорального очищения крови начали проводиться только у нас в городской больнице. Что это такое? Клейман у нас был очень такой, загорался всей новизной, и он меня послал в Киев, чтобы я купил гемосорбент для очищения крови. Мы съездили в Киев, взяли гемосорбент, привезли, и первую процедуру, то, что мы сделали, был отравленный с химпрома один товарищ, выпил 4-х хлористый углерод. Обычно умирают от этого, он целый стакан выпил. И вот когда мы начали очищать кровь гемосорбентом, он выжил. И надо же, после этого мы еще неоднократно это все проводили, и эффект был положительный. Кроме того, первый гемодиализ, вы знаете, что такое гемодиализ, очищение крови, провели тоже в Новочебусалской горбольнице. Нигде еще в Чувашии этого не было. Тогда поставили заведующим центра гемодиализа Добров Владимир Григорьевич. Его потом взяли в республиканскую больницу. Он был заведующим республиканского почвенного центра. Вот надо сказать, что в городской больнице, хочу остановиться на кадрах, когда я прибыл работать сюда, я удивился, до чего все вот молодые, инициативные. Тогда был заведующий хирургии разумов Рэм Тихонович. Он меня принял. Карпов Валерий Иванович, вы, наверное, знаете, он был депутатом. Значит, это просто от Бога хирурги были. Что они творили, я вот сейчас вспоминаю, думаю, господи, сейчас бы, наверное, им запретили делать. До сих пор помню, привезли одного пациента с ранением в сердце. Взяли его на операционный стол. Он был в состоянии предклинической смерти. Уже крови не было. Мы ему в две вены, в артерию уже начали кровь вводить. И вот перед моими глазами, как эти вот бригады хирургов, вскрыла грудную клетку, достала это сердце, которое вот так вот билось. Зашили мышцу сердца, простимулировали немножко, опустили. Надо сказать, что больной выжил. И вот все удивляются, как так. Значит, ведь сейчас вот где-то в Москве показывают, предположим, операцию на сердце. На открытом сердце. Да, на открытом сердце. Там, значит, подключают кровь, там вливают, и все. Куча аппаратов подключено. Искусственно, сердце. А здесь мы сделали это все. Остановлюсь еще и на других делах в том, что на самом деле в Новочебусадской горбольнице были такие врачи. Я вспоминаю травматологию Кузнецов Александр Константинович. Он был действительно учителем. От него входили крупные специалисты. Вот Бойков сейчас очень часто рекламирует его, профессор Бойков по телевизору. Он начинал работать у него, у Кузнецова. Еще ряд других, которые, в общем-то, обосновались, их с большим желанием брали в республиканскую больницу. В частности, это урологическое отделение Семенов Николай Семенович Сергеева забрали заведующим урологическое отделение. Его зам был в республиканскую больницу. К сожалению, их сейчас нет. Лор-отделение вообще было самое лучшее в республике. Заведующий Ильин Игорь Михайлович. И, значит, он начал делать пластику слухового прохода. Затем продолжили другие врачи после его смерти. И надо сказать, что до сих пор мы знаем, что самая первая операция – это у нас здесь. Скоропомощь у нас, когда начал работать, она была скоропомощь города Чебоксар. Затем было желание объединить скоропомощь, сделать ее республиканской скоропомощью. Объясняю почему. Потому что где-то ДТП в каком-то другом районе. Чтобы наша скоропомощь доехала до туда – время. А там буквально минуты играют. Поэтому мы звоним там, пока главу этого города найдем. Пока разбираемся, чей район, время драгоценное уходит. Да, да, район. Принадлежности. Чтобы договориться, потому что без договоренности те бригады скоропомощи просто не поедут. Вот. И приняли правильное решение, что необходимо объединять скоропомощь. Сейчас приезжали даже москвичи и удивляются, как мы за короткое время провели компьютеризацию. Все вызова идут на компьютер. Раньше вызов идет, записывали на бумажке. А сейчас все идет на компьютер. Все бригады скоропомощи по республике, их более ста, они на учете в диспетчерской службе. Врач дежурный уже видит, что вот бригада, предположим, 25-я находится там-то. И в случае ДТП им сообщают, в каком месте находятся, значит, вот эти пострадавшие. И, соответственно, значит, смотрят, где какая машина. Территориально, кто ближе находится, того и направляют. Да, там уже территориально, как СМИ нет. Просто они находятся вблизи. То есть смотрят, какая скоропомощь находится вблизи, сообщают по рации, и они очень быстро приезжают на этот ДТП. То есть очень большие перспективы. Но особенно, я сейчас вспоминаю, 90-е годы, когда многие европейцы хотели нас обучать, к нам приехали канадцы, чтобы нас обучить. И они очень удивились нашей системе. Говорили, что как так, почему у вас на догоспитальном этапе машины скорой помощи работают врачи-специалисты. У нас, говорит, в Канаде, там только вот фельдшера. Их цель – взять пациента и быстро перевести в приемный покой. Мы им задали вопрос, а какая летальность у вас? Он так, плечами пожарно сказал. Мы когда сказали ему свои цифры, он очень удивился. И потом, естественно, он когда выезжал, сказал, да, мы хотели обучать вас, но я многому научился у вас. Потому что, вот, например, инфарктные больные, это больше всего заболеваемость у этих инфарктных больных, называется правило золотого часа. Обязательно нужно оказать помощь в этот час. А если вот как в Канаде пока будут везти, там уже время утеряно. Мы впервые на догоспитальном этапе применили тромболизис. Этот термин, этот тромболизис проводится только в стационаре. А там же минуты играют. И все очень удивлялись, как это вот мы рискуем. Сначала даже вроде критиковали нас, что нельзя. Но когда увидели какие показатели, решили, что это здорово. То есть скорая помощь у нас в республике на высоте. Ну и ясно, что Новочебоксанская скорая помощь входит в состав ее. И помощь оказывается, соответственно, всеми бригадами. В зависимости от того, где они находятся. Вячеслав Валентинович, если бы повернуть время спять, хотели бы что-то поменять и, например, не выбирать путь медицины? Да нет, я, в принципе, счастлив, что я выбрал эту профессию. Я бы прожил точно так же. Но какими тремя, например, качествами должен обладать настоящий доктор? Как вам кажется? Во-первых, любить профессию. Не случайно клятвы Гиппократа давали. И ясно, что медики иногда идут на жертвы для того, чтобы спасти пациента. Без любви профессии это никогда не будет. Вот, какими качествами это выносливость. Вот, коронавирус, когда смотришь, как они в этих скафандрах работали чуть ли не по 12 часов, и думаешь, это ведь надо, как можно терпеть, как это все можно вынести. Вот, и я думаю, что все, что я вот сказал, это должно быть у врача. Можете рассказать о своих учениках? Ну, учеников, когда я был заведующим реанимационного отделения, у меня зам был Добров Владимир Григорьевич, который потом пошел заведующим республиканского почвенного центра. Николая Евгена, он начинал, молодой пришел только, значит, начинающий, он сейчас работает заведующим республиканского диспансера. То есть вот приятно, когда чувствуешь, что вот эти кадры, с которыми ты работал, они уже пошли. Ряд врачей, ряд врачей, они уехали в Москву. Я был на совещании в Москве, когда по скорой помощи, и очень удивился. Встретился с нашими врачами, которые работают там в Москве, и они говорят, Вячеслав Валентинович, вы не представляете, москвичи обращаются к нам. Вот электрокардиограмма, пожалуйста, помогите нам прочитать, мы, может быть, что-то, говорит, упустили. То есть авторитет чувашских медиков, врачи скорой помощи, очень высокий в Москве, их любят и уважают. Вячеслав Валентинович, можете вспомнить интересный случай из своей практики? Может быть, связан с каким-то событием, с людьми, может быть. Что-то вот вам больше всего запомнилось, какой-то случай, может быть, медицинский случай? Не знаю, сейчас сложно сказать. Дело в том, что, когда я только начинал работать здесь в заведующем отделения, я дежурил. И вот до сих пор помню Андреев Женя, он тогда работал директором хлебозавода, к сожалению, его сейчас нет, потом мы с ним даже подружились. Принес на руках своего ребенка. У ребенка был ложный круп, задыхался. И вот, ну что мы тогда в институте еще, как-то мало все это делали. Я, в принципе, взял себя в руки, сделал ему трахеостому, и ребенок задышал. И вот то, что он стал жить, для меня это было самое большое счастье. Ну, наверное, самая лучшая, большая награда для доктора – знать, что его пациент жив-здоров. Конечно, конечно. Что бы вы могли пожелать молодым специалистам, вот о которых мы сегодня, кстати, неоднократно говорим, о ваших учениках, да и не только, просто о тех врачах, которые просто продолжают благородное дело? Ну, недаром мы давали клятву Гиппократа. Я думаю, что, наверное, для того, чтобы быть врачом, надо быть преданным этой профессии. Надо, может быть, отойти от чего-то своего личного. Я понимаю, что у нас бывает лично то, что где-то в семье, может быть, не очень хорошо, пришел в плохом настроении. Но когда ты подходишь к больному, ты должен поменяться. Знать, что от того, как ты будешь вести с больным, как ты будешь с ним разговаривать, как ты будешь улыбаться, несмотря на то, что у тебя кошки скребут на душе, 90% успеха. Потому что, если врач приходит с плохим настроением, с грубостью, у пациента сразу уже отрицательные эмоции, что сказывается на его общем состоянии. Поэтому это очень сложная профессия, и вот то, что я сказал, надо это иметь у врача. Вячеслав Фрунчанович, есть ли у вас заветная мечта? Ну, заветная мечта, это ясно, что долголетие, все хотят долго жить. Поэтому вот сейчас, я думаю, что, наверное, надо быть постоянно в движении. И вот мы сейчас с женой купили дом в деревне. Постоянно в движении, постоянно что-то делаешь. Выйдешь там с травой увозишься или еще что-то, зимой снег убираешь. И вот то, что я в постоянном движении, это тенизирует. Я думаю, что всем надо запомнить именно по такому направлению проводить свою жизнь. Всегда в движении. Всегда в движении. Ну что, Вячеслав Фрунчанович, я вам желаю всегда быть в движении, чтобы ваши мечты исполнялись. Долголетие вам, удачи вам, вашей семье. Я очень рада была видеть вас в нашей студии. И спасибо вам большое за то, что пришли к нам в гости. Вам спасибо, что вы слушали. Но мне очень важно было это все сказать, потому что такие врачи у нас были, их уже некоторых нет. И, к сожалению, о многих забывают. И молодежь должна, я считаю, что вот то, что я сказал, запомнить и стараться быть такими же в своей жизни, в своей работе. Ну что ж, дорогие друзья, на этой позитивной ноте я с вами прощаюсь. В студии была Александра Платонова. Увидимся в следующий четверг. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!